добрый день дорогие друзья с вами я наталья как всегда поговорим о розах как видите у нас в рязанской области еще абсолютная зима снега море рядом в тульской мне написали подписчики уже слегка рыхли от почвы под кроксами но у нас и добраться к розам не всегда возможно вот вы видите моя рабуста они абсолютно еще в снегу вот надеюсь что на следующей неделе передают целую неделю температуру дневную до плюс 12 10 12 градусов возможно снег и оттает и мне тоже удастся добраться добраться до своих роз но пока увы вот так выглядит на мои участки сейчас сегодня солнечный замечательный день вот казалось бы должно быть прекрасное настроение вы знаете вчера вечером я получила посылку из питомника нью-джерси сейчас я буду вам показывать распаковку их саженцев но пока что-то заглянула туда немного огорчилась может быть зря сейчас вот я сделаю кратенький обзор по своему участку и покажу вам распаковку своей посылки вы знаете очень тревожусь вот за это укрытие потому что она вот здесь наверху на высоте у меня там роза бременский музыкант она каждый год подмерзает ну в принципе роза были укрыты хорошо может быть все и обойдется откопал супруг вот этот розари у забора вот так что он сейчас дышит снег вот откинул должна вам сказать что в моих укрытиях сейчас вот я их сегодня открывала сейчас вам даже покажу в общем-то вода ушла никакой воды нет сейчас мы заглянем посмотрим что там у нас происходит ну вот так выглядит мой розари вот вот так есть нюансы вижу вот например веточка видите вот почернела сверху но в принципе роза в основном ничего влага стоит сильная потому что было много воды я даже знаете буквально на пять минут приоткрыла а вот сейчас вам покажу тоже свой розари пока тень свою покажу вот посмотрите вот розы здесь у меня в основном все остинки и вот это роза остина это роза вильям шекспир 2000 по всей видимости она у меня так сказать прихвачено морозом и сильно но вот видите прививка наверху как бы кто не говорил вот страны вам покажу вот она вся прививка наверху и розы походу пада мерзла мои дорогие друзья но посмотрим может быть удастся выходе не удастся у меня большой заказ роз сейчас я здесь прикреплю что нибудь подсадим вот сейчас одну секундочку мои хорошие вот здесь видите откопала это замечательно здесь сейчас у нас все сухо хорошо вот опущу немножко чтобы розы здесь у меня дышали и и пойду показывать вам мои хорошие как какую посылку я получила из питомника нью-джерсти ну вот так закрепила укрывной вот так выглядят сейчас мои розари конечно в это время в прошлом году я уже снимала один слой укрывного и начинала обработку сейчас об этом пока речь вести рано розы еще вот вернее укрытие мои укрывной вот весь во льду он еще не оттаял приподнять будет очень сложно вот зеленые дуги на которых я вам говорил они не выдержали укрытие слегка рухнула но я заглянула слава богу ничего там не пропало ну а сейчас мы приступим к распаковке посылки из питомника нью-джерсти ну вот моя посылочка посылочка из краснодарского края вот какой-то здесь брюховецкий район краснодарский край адрес правительства дюк тимур иванович вот это розы из питомника краснодарского края нью-джерси очень большие надежды я возлагал на питомник такие отзывы были самые самые наилучшие с большим трудом сделала там заказ а вот вчера вечером получил эту посылочку сегодня я или уже друзья мои открыла потому что одной рукой снимаю вот я ее открыла вот так выглядит мои розы в этой посылочке сейчас я на некоторое время отключусь вытащу их из коробки и все подробно подробно вам покажу вот распаковала я посылочку вот мой заказ у меня здесь 31 штука вот заказываю я по две-три штуки сразу вот одного сорта вы это уже знаете вот накладная вот такая прислана на мне ну и вот так выглядит саженцы роз которые мне прислали из этого питомника сейчас мы с вами распакуем некоторые не розы вот конечно мужчину за вызывают у меня конечно небольшую тревогу но посмотрим вы знаете иногда на первый взгляд думаешь ой шеф все пропало ну а потом успокоишься и как бы вроде бы и жить можно сейчас я начну распаковывать розочки начну вот распаковку вот с этих малюток которые меня в общем стревожили больше всего посмотрим что из себя представляют саженцы из этого питомника вот так немножечко захватила край пленки вы знаете очень главный грунт потому что коробки очень много распакованы розы корневая корневая могу сказать сразу вам вижу что корневая достаточно приличная сейчас посмотрим на сами веточки могу одной рукой сейчас попробую вот другой рукой вот так сейчас мы с вами посмотрим мои дорогие что мне здесь прислали что вам могу сказать вы знаете в общем то очень я расстроилась конечно виде вот этот сверточек очень сильно как то думаю ну что такое прям такие саженцы какие-то маленькие вот все даже позвонила в этот питомник ну давайте посмотрим по факту что у нас по факту корневая друзья великолепная роза юбилей принц монако не пойму песок что лесопилками или опилки в общем все влажные вот веточки конечно тоненькие есть прям вообще просто с ниточку это еще вот камер увеличивает но в принципе в принципе ну жить будет вот смотрю почки очень слабо наклюнулись это хорошо внизу вот здесь вот почек пока не вижу роза принц монако вот я вам уже показывал я такую розу заказывала питомники роза вдохновение а вот конечно там роза мне показались немножечко помощь не получше но посмотрим не будем опережать события роза амелия ренессанс роза амелия ренессанс корневая всасывающие корешочки очень влажные корни вот такие две веточки но в принципе почки не вижу вообще пока никаких может быть это и хорошо но и наклюнувшийся почек пока не вижу ну посмотрим влага такая хорошая может быть почки пойдут ну и вот здесь еще второй саженец принц монако друзья вот такие корни корни замечательные кстати я звонил александр николаевны в общем-то город с николом что-то саженцы такие вы знаете какие-то коротенькие очень верхняя часть прям 13 14 сантиметров но она мне сказал что у них в общем-то посадочный материал всегда такой корневая хорошая такая в общем-то мощная сейчас вы знаете что мы с вами посмотрим друзья мы сейчас посмотрим вот сейчас я обрежу корешок вот этой розочки ну вот друзья мои я обрезала кое-где корневую значит систему в принципе вот посмотрите корешки неплохие беленькие ну в общем-то и всасывающие корни есть так что надеюсь что розы эти выживут и будут прекрасно цвести и расти в моем саду конечно хотелось бы чтобы розы были более так сказать сильные чтобы не было вот такого вот знаете не то что с карандаш а я даже не знаю чуть ли чуть больше иголочки от некоторые я не знаю даже но в принципе корневая сильная я конечно их выхожу вот но хочу вот вот вам снова показать розочку вот эту амелия ренессанс я не показывал вам эту розу у меня не было ее предыдущем заказе сейчас я обязательно покажу и расскажу вам что из себя представляет эта роза и мы перейдем с вами к распаковке следующих саженцев ну вот видите белый корешок сорт этот красивый чем-то он меня зацепила я заказала эту розу очень две штуки где-то еще есть это розочка мы сейчас посмотрим на эту красавицу вот так выглядит эта розочка амелия ренессанс розы это польза на я вам уже говорила что я очень люблю розы этого так сказать производители очень хорошие параметры вот смотри 120 150 высота ширина куста цветок крупный очень красивый вот такую розу два саженца заказал я в этом питомнике чтобы не занимать ваше время распаковал еще один сверток который в общем-то вызывал у меня такие сомнения почему вызывал потому что веточки тоненькие очень прям тоненькие чего-то говорю камеру увеличивает ну вот всеми наша любимая розочка love song в принципе друзья смотрите корневая вот здесь александр николаевна совершенно права корневая у них шикарная шикарная вот она такая разветвленная хорошая мощная вот здесь роза очень тоже я за нее запереживала это роза вот роз д малинар это шраб и конечно когда я увидел думаю ну для шраба ну вот здесь вот веточки ну два миллиметра вот две веточки вот вот прям 2 милинар ну остальные вот 2 с карандашика вот это вот еще не говорю здесь и три то прям совсем такие слабенькие но в целом в общем-то я начинаю успокаиваться думаю что вот есть сосущие корешки посмотрите какие хорошие корешки уже здесь пошли вот-вот видите вот прям вот там вот роза начала сейчас я ее посмотрите какая корневая система ну вот здесь конечно александр николаевна совершенно права в общем-то наверное волновался я совершенно зря но первый раз друзья получил такие в общем-то маленькие веточки сверху никогда у меня такого не было но в принципе этот питомник хвалят говорят что их розы и хорошо растут ну надеюсь я то выхожу обязательно если лишь бы сохранить надеюсь что может быть случится так что они будут одни из лучших посмотрим конечно вверх очень слабенький слабый что сказать честно но зато вы понимаете здоровый зеленые без всяких так сказать нюансов болезни это тоже очень важно потому что вот мне подписчики очень многие шлют свои такие знаете расстроенные отзывы что они получили розы а розы поражены болезнями или сожжены стебли в общем то здесь тьфу 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 слава богу видите вот все чистенькое все такое хорошее ну и раз мощная корневая ну а вверх где-то сантиметров 13 но ничего ничего вырастим ну и вот здесь вот конечно вот тоже я очень расстроилась джефф артист вот розы я заказала джефф ля артист очень я ее хотел и там не видно было в упаковке друзья александра николаевна ну правда извините посмотрите какая корневая конечно с такой корневой этот саженец вырастет до ветки тонкие друзья тонкие вот прям 3-4 миллиметра вот 4 веточки но здесь так много веточек оказался в этом саженцы вот раз два три четыре приличных а вообще-то оказалось здесь сколько 38 наш веточек так что в принципе но корни какие друзья какие корни вот я уже начинаю улыбаться вы чувствуете я такой человек конечно могу в панику впасть в одно мгновение вот сейчас я вам на заставке друзья прежде всего покажу вот эту розы кратенький обзор они я так ее ждала джефф ля артист но мощная красивая роза посмотрите ее описание как выглядит эта красотка а вот а потом я покажу вам еще и розочку вот эту тоже ля роз де малинар это тоже шрап в общем-то роз очень красивый я тоже возлагаю на нее большие надежды корни хорошие в общем-то всасывающие корешки есть роза прекрасная улыбаюсь улыбаюсь друзья улыбаюсь а вот сейчас вы видите эту великолепную розу джефф ля артист очень мне она понравилась посмотрите какие необыкновенные волнушки это роза доминика массада я очень полюбила эти розы но вот и заказала две такие красотки в свой сад посмотрите как она великолепна ну и еще как обещала вот розочка ля роз де малинар это тоже шрап этот шрап у нас с вами дельбара очень красивая мощная роза как-то тоже полюбилась мне захотелось ее приобрести ну и вот таких саженцев две штучки я приобрела вы видите ее показатели 110 140 достаточно неплохой цветок 710 вот одним словом вот эта розовая красотка тоже пришла мне в заказе из питомника нью-джерси конечно очень хочется на вам еще очень много всего показать но распаковывать я их все конечно не буду друзья по той причине что вы понимаете мне еще надо их хранить передержки а вот у меня здесь вот еще роза сейчас я вам этикеточку покажу это тоже шрап ламартин и тресер тресер по моему как-то правильно сейчас посмотрим а тресер вот ламартин и тресер это тоже шрап обязательно вам сейчас на заставке покажу как выглядит это замечательная роза посмотрите вот сейчас вы видите эту нежно розовую красавицу ламартин и тресер в общем то красивая очень роза насколько я помню это роз доминик массада последнее время я уже повторяюсь я очень полюбила этого производителя достаточно мощный шрап 100 150 70 1013 крупный цветок да да видите доминик массад но таких два саженца этой красавицы я приобрела в этом питомнике посмотрим как они себя будут вести в нашей климатической зоне вот смотрю здесь два саженца розы миранда вы знаете тоже влюбилась в эту розу роза дэвида остина знаете за что полюбила это роза вот нового поколения что ли остина она гордо держит свой цветок и и цветы не паникают очень долго цветут держат свою головку в общем прекрасная нежно-розовая розочка под названием миранда я заказал два саженца надеюсь что вот здесь в этой упаковочке они более мощные и сильные сейчас я вам покажу их на заставке ну вот дорогие мои роза миранда посмотрите как хорош нежно-розовый цветок этого сорта высота роза 120 вкус не очень широкий цветок крупный 9 12 сантиметров но есть аромат одним словом два саженца этой розы в моей коллекции вот посмотрим что преподнесет мне этот сорт давайте посмотрим что еще я заказала в этом питомнике вот вижу вузочку поле бакеус знаете моем саду это роза есть если у кого-то нет очень рекомендую это роза просто шедевр я заказал два саженца для своей сестры но вот смотрю мои дорогие это упаковочка такая более мощная более сильная надеюсь что розочки здесь будут покрепче посильнее помощней посмотрим сейчас я на заставочке покажу вам эту розу немножечко описание об этой розочки посмотрите пожалуйста вот сейчас вы видите эту розу поле бакеус это роза доминика массада знаете не очень обильные красивые цветения нежные такие цветы вот параметр вы видите 120 180 70 ширина цветок достаточно крупный я очень довольна этой розы и уже повторяюсь если у вас нет это роза обязательно закажите у свой сад она великолепна ну и вот еще в этой упаковке у нас роза с вами друзья марсель анфлес противоречивое мнение было об этой розе но так она красиво на фото в общем то я влюбилась и в принципе отзывов и хороших много тоже заказала два саженца но вот здесь они тоже достаточно достаточно по моему неплохи посмотрим когда будем сажать сейчас я на заставке вам тоже покажу как это роза выглядит какое у нее описание посмотрите пожалуйста как вы видите не влюбиться в эту розу я просто не смогла заказала два саженца эта роза тоже доминика массада ну прям влюбилась я в его розы я бы еще его розы заказала ну а как не полюбить такую красоту ну посмотрите не знаю что вырастет саду но на картинке просто восторг заказала два саженца посмотрим когда вырастут я обязательно покажу какое будет цветение у этой розы как хороши будут ее цветы ну что еще у меня здесь в моей посылочке чего я вам не показал ну здесь есть такие сорта которые перекликаются с питомником роза вдохновение вот роза лапсон кстати сказать здесь саженцы по моему очень даже приличные этой розы а есть розы здесь тоже клэр венессанс здесь есть роза по моему и эшли где-то ну что-то не припомню но видела где то есть и здесь роза есть принц монако но это я дополнительно заказал тоже для себя и для сестры вот такой заказ друзья мои я получила из этого питомника вот уже те розы которые вам распаковывала упаковала так сказать чуть-чуть добавлю влаги потому что пока снимала смотрю влага быстро в доме жарко испарилась сейчас чуть-чуть добавлю влаги полью туда немножечко водички и понесу их свой так сказать гараж а вернее в душевую на передержку этот ролик можно было бы назвать наташа паникерша вы знаете честно вам скажу даже ролик снимала возможно в моем голосе услышали волнение тревогу но почему-то так сначала расстроилась вот увидел такие тонюсенькие всякие веточки короткие прям расстроилась а уж если честно сказать друзья в общем то пришли саженцы нормальные есть нюансы есть конечно есть совсем уж прям слабенькие но опять повторюсь вам и скажу чистые здоровые слава богу слава богу где-то немножечко вот здесь а так в принципе посмотрите зеленые здоровые не тени подозрений на заболевание так что дай бог сохранить все эти саженцы а выходить их выхожу я из них такие красавицы выращу я в этом не сомневаюсь так что александра николаевна извините за панику в принципе нюанс конечно есть вам есть над чем работать и совершенствоваться но в общем-то саженцы неплохие вот такой дорогие мои друзья сегодня я распаковала заказ из питомника нью-джерси надеюсь его сохранить вот таким же зеленым и как говорится хорошеньким как он есть пучек нет друзья совершенно почти только-только наклевывается и это конечно большой плюс передерживать такие розы будет гораздо легче чем роза у которых наросли мощные крепкие такие большие почки вот на этом я заканчиваю свой сегодняшний рассказ о распаковке роз хочу пожелать вам вот даже вздохнул друзья хочу пожелать вам всего самого наилучшего что ваши саженцы не огорчали вас радовали хочу немножко улыбнуться и успокоить себя в принципе саженцы неплохие а самое главное друзья уж не знаю успокаивали себя или кого не знаю но хочу подчеркнуть корни то действительно мощные и сильные и это очень-очень важно пожалуй самое главное так что вырастим вырастим вот на этом я завершаю свой ролик хочу пожелать вам всего самого наилучшего если вам было со мной интересно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых новых встреч подписывайтесь на мой канал до новых встреч